Короче говоря, это успех. Это было не помню что, не помню когда, не помню зачем. Однако точно помню обстоятельства, при которых это что-то когда-то и зачем-то произошло. Обо всем по порядку. Я сидел дома потихоньку грызя гранит науки перед предстоящей сессией. Позвонил мой друг-одногруппник Рома. Я решил перезвонить ему чуть позже ввиду своей чрезмерной занятости. Он позвонил второй раз. Третий. Я воспринял это как вызов и решил принципиально не брать трубку. Друг не сдавался. Я тоже не сдавался. Это успех. Примерно с десятого звонка мне начало казаться, что у него произошло что-то экстренное. Решил не рисковать его жизнью или здоровьем и наконец поднял трубку. Я услышал голос друга. Ха, лох сдался. Обидно. Я спросил, что ему нужно. Он поинтересовался, собираюсь ли я браться за ум перед окончанием семестра. Я спросил его, с какой стати он интересуется. Он сказал, что у нас обоих завал по основным предметам и предложил начать совместную подготовку к сессии. Я сразу отказался от этой затеи, аргументируя тем, что я и сам отлично справляюсь. Несмотря на его многочисленные уговоры, я сел обратно за книги. Но постепенно я начал вспоминать, что в учебе у меня действительно не все так уж и гладко, поэтому я переборол себя и реально засел за книги. На этот раз я даже не пытался себя обмануть. Ну, почти. У меня не особо получалось контролировать себя и я постоянно отвлекался на посторонние дела. Поэтому через пару часов я наконец позвонил Роме и сказал, что согласен на совместную подготовку к сессии. Теперь мы сможем готовиться к экзаменам и контролировать друг друга. Это успех. Он не заставил себя долго ждать и приехал уже после окончания сессии. По крайней мере мне так показалось. На деле же прошло чуть более часа. Мы прошли ко мне в комнату. Роман сразу поставил мне ряд условий. Отключить компьютер, планшет, телефон, маленький светильничек в углу комнаты, фильтр в аквариуме, телевизор в соседней комнате, гидромассаж в ванной, солнце. Я предпочел для начала отключить его зазнайство. Это тоже успех. Мы приступили к подготовке. Стали говорить о науке. Было интересно, но меня постоянно отвлекали телефонные звонки. Я отклонил вызов от своего знакомого. От друга этого знакомого. От девушки друга этого знакомого. От бабушки девушки друга этого знакомого. От бульдога двоюродного зятя бабушки девушки друга этого знакомого. От Обамы. Мне это надоело. Я отключил телефон. Это определенно успех. Мы просидели с учебником около часа. Потом до нас дошло, что у нас вообще нет такого предмета. Я налил нам чаю, мы стали учить экономику Сразу приступили к достаточно сложным параграфам Поняли, что это нам не по зубам Как это учится вообще? Есть какие-то способы? Пожуем, увидим, сказал я, откусывая печеньку Сначала мои знания по предмету проверил Рома Потом наоборот Количество слов, ну, как бы, в общем и короче говоря В наших рассказах зашкаливало и резало слух И мы решили внести санкцию Подзатыльник за каждое такое слово Положение дела заметно улучшилось Это успех Правда, теперь мы в основном молчали глубокомысленно, пялись в потолок Мы открыли учебник по предмету, по которому у нас обоих были тройки с натяжкой Английский язык Мы закрыли этот учебник Взяли другой И решили во что бы то ни стало выучить основные термины и понятия Но для начала неплохо бы узнать имя отчества преподавателя С этой целью я решил позвонить нашей старости Включил телефон Набрал старосту Она не узнала меня Я представился Еще несколько минут она не могла понять, кто я и чего хочу Вскоре она вспомнила и меня, и моего друга И с сочувствием сообщила, что нас отчислили из нашего учебного заведения Еще в начале семестра за многочисленные пропуски и долги Добавив при этом, чтобы мы поскорее заехали за документами Короче говоря Это успех Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok